А я рада витаю в нашей студии Алену Алексееву Флориста, с яким мы будем уже встречать увы сну и роботы счастье надзвучайно цикавы. Здравствуйте! Здравствуй, Аленочка! Что же мы сегодня будем делать? Расскажи. Сегодня мы делаем букет, такой как бы весенний уже, это будут у нас тюльпаны и хризантемы. Ну что ж, давай начинать, мне уже не терпится. Я думаю, нашим телезрителям так же само. Так, нам понадобится бумага, ее можно различную, сейчас вышла новенькая такая вот интересная, белая и малиновая. Сургутная лента мы взяли, чтобы уже отойти от классики, от ласты. Я смотрю, у нас даже стразы здесь есть. Да, добавим капельки как бы водички весны, росы, утренние. Ну что ж, я готова помогать, поэтому начинаем. Начнем мы с бумаги, нам ее нужно вырезать квадратами. Вырезаем квадраты одинакой длины. Квадраты на сколько должны быть большими? Ну где-то 25 на 25, в зависимости от букета, но вы можете не переживать. Если вы даже больше, меньше, сейчас это все удобно группировать, и с линейкой вам стоять не нужно будет. То есть смело можем его разрезать на боковом. Я хочу сказать, что очень легко режете бумагу, а очень комфортно с ней работать. И такую же. Даже элементарно интересно, если у вас как бы нет возможности в вашем городе, либо вы в поселке, в деревне, как бы не все же люди живут в городах, нету флористического магазина, вы можете просто пойти купить формат А4 бумаги, которые разноцветные, и вам даже с него можно делать букеты. То есть не обязательно перейти в флористическом магазине. Так, у нас уже есть 4 квадрата, и этот мне тоже можно разрезать на боковом. Лена, я смотрю, ты такие интересные тюльпанчики принесла. Что это за такой сорт? Сейчас такие разновидности тюльпанов, и даже это не обязательно должны быть заграничные голландские. Это наши как бы тепличные домашние тюльпаны в виде пионов. Они раскрываются, очень интересные становятся. Очень необычный такой, кружевной у них рельеф, я бы сказала. И цвета сейчас тюльпанов различные. До 25 штук, вот вы придете на 8 марта, увидите колорит цветов тюльпанов. Не так, как мы раньше привыкли, желтый, красный, белый. Сейчас краска. Так, мы продолжаем. Можно ножку обрезать чуть-чуть. Не, у нас листики отходут. И начинаем собирать наш букет. Берем хризантемку, она более твердая, упругая, ее проще будет как бы основание. Мы немножко очищаем, я смотрю. Да, ну они такие так будут. И по кругу мы собираем наш букет. Обрамляем хризантему тюльпан. Да, так как если у вас нету навыков на собирание, это называется по спирали, и тогда вы можете просто уложить букетик в себе и доживо вылаживать. Объем букета имеет значение для такой формы собирания? Удобнее, да, по спирали собирать, это если у нас большой объем. Если у вас три тюльпанчика, то вы просто ложите его сразу на бумагу и все. Вот так мы аккуратненько укладываем наши тюльпаны и обрамляем нашу белую хризантемку. Да, тюльпаны немножко тяжелее укладывать, так как они мягкие. То есть если это роза, там вообще как бы палочки стали, собрали их. Вот мы уже собрали лепчу. Я так понимаю, его нужно перевязать? Да. То есть вы не переживайте, что он как бы так чуть опустился. Собираю бумаги. Поменьше ленты нам еще надо будет и на букет. Вот так, да? Да, бумага лучше выбирать плотную, но если вы возьмете даже картон А4, он уже будет группировать ваш букет. Мы сейчас завяжем наш букет и будем его уже опорачивать бумагой. Да, и в дальнейшем лучше потом уже под конец обрезать ножки. Ножки обрезать уже в самом конце после того, как букет готов. Надо смотреть по расстоянию букета, потому что если бумага закроет букет или будет много, можно будет просто подровнять. Так, что дальше? Берем наши листы, вложим на букет и лучше сразу, чтобы букет лучше ложился, просто делать надрез. Это такой небольшой секретик. Да, тогда бумага лучше ложится, не начинится. Все у нас получится. Все смотрим, чтобы чуть-чуть отступало, если сильно сделаем, будет не очень красиво. Если вглубь утоприм, то как бы букет тоже потеряется, будет видна одна бумага. Как последний вариант. Мы будем бумагу чем-нибудь закреплять? Или она накладывается слоями, а потом завязывается? Да. Так будем делать. И так же само потом вдруг степлер, если что-то пойдет, мы так же будем закреплять. Какие цветовые сочетания можно делать с тимпанами? Ой, сейчас самые различные. Даже вплоть до того, что мы могли взять просто коричневую пергаментную бумагу, это будет классика, будет уже тоже красиво. То есть все. Так, следующим что у нас? Идет малина. Разрежем. Не забываем наш угловок. Да, наш маленький секретик. Давайте помогу. И вы смотрите, у вас будет 4 те листика, и примерно, чтобы симметрично они ложились. То есть 4 листа мы используем на 1 букет? Да. Можно, конечно, больше, если у вас есть листы, можно и так будет. Кто как любит. Кто-то не любит сильно бумагу, поэтому мы должны сдерживать. Надрезик здесь уже есть у нас. Я хочу сказать, что тюльпаны действительно напоминают о том, что уже пришла весна. Ни одни из цветов не могут похвастаться таким весенним настроением, которые могут создать весна. Как бы в каждой паре года есть вот цветок, которые ассоциируются. Когда приходит осень, это хризантема, да, вот у нас такой настроение. Ромашка, это более уже летом пришло. А тюльпанчики говорят о весне. И последний. Малиновый я делаю надрез. Почувствовала себя немного хирургом. И вот так заворачиваем. Получится мы перекрываем все 4 пробела уголочками. Расправляем цветочки и завязываем. Мне нравится, как руки флориста самостоятельно справляются со стороны с такой довольно-таки непростой работой. Да, но помнишь, рука всегда нужна. Да. Мы практически в 4 руки создали букет, и я так понимаю, что мы сейчас будем его украшать. С чего начнем декорирование. Еще мы взяли, так же самое, очень много сейчас подручных средств. Это разные бабочки, бантики. И так как бабочка это ассоциация весны, мы в наш букет добавим бабочку. Вот о чем нагрело. Теперь вы можете уже смотреть, насколько нужно вам ее подрезать. Потому что если бы мы заранее подрезали, было бы как-то не окончание красивой букеты. Какую из? Можно даже две. Две подруги прилетели в наш букет. Много бабочек не бывает. Да, да. И мы теперь просто их вставляем. Не прям просто. Прям туда, то есть ничем не закрепляя, они будут плотно держаться. Вообще, на самом деле, это бабочки продаются, которые мы привыкли цеплять на магнитике, на холодильник. Берете отдельно шпажку, прицепили, вот у вас уже готово. Еще небольшой секретик и маленький мастер-класс, как можно сделать бабочек на шпажке. И я думаю, что наши капельки росы именно для них сейчас настало время. И так же самое можно на хоризонтемку прям вот так отклеивать. Да, они идут, вот полосочка отклеивается. Они идут на самоклеящей основе, мы берем просто ножничками. И нарезаем нужное нам количество. Да. Это даст такой изюминке интересности. Камушки будут сверкать, и я хочу сказать, что хотелось бы, конечно, чтобы побольше солнышка уже приходило с весной. И отображалось вот в таких вот замечательных букетах. Ну что ж, наш букет готов. Большое спасибо тебе, Аленочка. И вам. Надеемся еще до новых встреч. Я думаю, ты покажешь нам еще много интересного.